Для никого уже не секрет, что на рынке гостиничного девелмента появился новый бренд. Это индекс Hotels & Resorts, бренд индекс, собственно. Этот бренд впервые озвучен на Гайдаровском форуме, на панельной дискуссии, отраслевой панельной дискуссии. Он не вызывает на сегодняшний день каких-то противоречий только потому, что он не приходит в рынок в буквальном смысле. Эта управляющая компания развивает гостиничный проект крупного масштабного проекта «Открытая отечественная ассоциация внутреннего туризма» и нацелена на управление объектами в результате реализации 12 внебюджетных программ. То есть мы, так как я возглавляю эту структуру, мы не ориентируемся на внешние отели, стоящие на рынке. Речь ведет о отелях, которые будут проходить реконструкцию, как минимум реновацию. В основном это все-таки отели нового строительства, которые ориентированы и будут строиться 426 отельных единиц. Будут строиться в рамках реализации вот этих 12 внебюджетных программах под реализацию поручения Владимира Владимировича Путина, под развитие отдельных видов туризма. Например, лингвотуризма – это лингвопарк-отели. Практически это строительство лингво-центров в России с отельной функцией в формате лингвопарк-отели. Это отдельный стандарт, это отдельная типология отелей и так далее. Поэтому индекс Котланд-Антрезоц создал именно для управления вот этими отелями, которые будут вводиться на рынок как объекты гостиничной индустрии в рамках реализации 12 внебюджетных программ. Основной стандарт – это 3 звезды и 4 звезды. Программы, их 12 по лингвопарк-отелям, по бизнес-отелям, 8 крупных отелей – конгресс-формат, 2 из них – саммитовский формат, отель пансионатного типа 55+, целая линейка, отдельная программа внебюджетная по строительству многофункциональных комплексов придорожного сервиса с функциями гостиничными. Это мотельные комплексы Stop-In и так далее. Вот всего таких 12 программ по разным форматам отелей. И вот индекс Котланд-Антрезоц – собственно, это национальная гостиничная сеть, которая будет управлять вот такими форматами отелей, сетевыми отелями. Государство не участвует в реализации дальних программ, поэтому они не называются внебюджетные программы. Да, здесь, может быть, я чуть-чуть лукавлю, конечно, просто некоторые отели стоят внутри туристско-рекреационных кластеров, которые сформированы в рамках реализации федеральной целевой программы развития внутреннего туризма 2020 года, который предполагает финансирование подводящей инфраструктуры к этим кластерам, в состав которых входит и тоже отели наши внебюджетные. Но, значит, внутри уже кластера непосредственно на тело своего отеля – это исключительно внебюджетные источники финансирования. Существует три типологии отелей в зависимости от их формата назначения. Минимальный отель – 24 номера. Как правило, это отели примыкания к каким-то музейным комплексам, дающие возможность небольшим музейным комплексам задерживать клиента на ночлег. Наиболее уже востребованным – это формат 48 номеров, самый востребованный формат 96 номеров и максимальный формат 124 номера. 426 отельных единиц – это 12 внебюджетных программ. Здесь безответственно сказать по количеству номерного фонда общему. Почему? Потому что мы сделали сетку расположения отелей. И в зависимости от инвестора, и в зависимости от многих других субъективных причин, в одном и том же месте может быть построен отель разной емкости. И только уже с привязкой емкостной можно уже говорить, что выход на рынок вот такого-то номерного, вот такого-то, такого-то, такого-то. Нельзя просто примитивно умножить 426 отелей на среднюю емкость номерного фонда и получить это. А потом незадача, понимаете, так как управляющая компания будет оперировать практически собственным гостиничным продуктом, амбиции нарастить номерной фонд искусственным образом, чтобы быть первыми на рынке России, вообще такое не стоит априори. Мы развиваемся в логике, да, мы не берем с рынка отелей в управление на сегодняшний день. Это в планы не входит. Если кто-то к нам выходит с предложениями уже готовой гостиничной инфраструктуры, если они под наши критерии, под одного из 12 программ подходят, и таким образом мы знаем, что с ним сделали для того, чтобы довести до критериев, тогда да, мы можем рассматривать этот, этот. Но это однозначно в числе тех 426 отелей, а не сверх 426 отелей. Основная проблема – это в различных стандартах и технических регламентах той или иной сети, которую сформировала та или иная небюджетная программа. У каждого есть свои критерии по кадровым предпочтениям, да, и по мере формирования, значит, такой сети наращивается та или иная команда. Но практически мы имеем 12 разных команд, управленческих команд. Это совершенно однозначно, это путь такой. Да, может быть, на каких-то стартах, возможно, какое-то совмещение, да, каких-то команд. Но однозначно история после трех отелей в каждом программе, она приведет к тому, что это будет 12 управленческих команд, ориентированных на свои стандарты качества и технический регламент. У нас логика сетки, вот отелей важна, важнее, да, логика сетки. Если мы берем лингво-отели, если есть заказ на обучение отраслевому языку 7500 китайцев, отраслевому языку, то, соответственно, мы выбираем такую сеть, строим лингво-отели, которая необходима, чтобы справиться вот с этим заказом, да. Значит, на сегодняшний день отели находятся на разных стадиях, на разных стадиях. Значит, первые стартапы будут, это конец 2018 года. Мы с вами понимаем, что уровень специалистов гостиничного девелопмента очень узкий уровень. Мы все прекрасно друг друга знаем. Вот, значит, поэтому мы общаемся, мы общались, общаемся и будем продолжать общаться, да. Притом, когда мы говорим об отелях, которые построены под развитие отдельных видов туризма, да, как правило, вот международные сети, они конкурируют между собой за войну, за одного туриста, там, за бизнес-туриста, рекреационного какого-то туриста, касающегося какого-то курорта. Все-таки наши отели, они построены на другого сегмента. Вряд ли мы им будем сильно переходить дорогу в этом, да, будем так говорить. Поэтому, ну, собственно, как профессионалы мы общаемся, и, естественно, они сейчас знают, да, они напряжены к какому-то мере, но, знаете, это напряжение такое, какое-то. Индекс Котлова-Торизот – это не есть революция в гостиничном бизнесе России. Это есть прецедент создания собственной национальной сети под конкретное поручение государства по развитию отдельных видов туризма. Вот это очень важно понимать. Потому что если бы это было изначально выгодно зарубежным сетям, ну, наверное, сетям, наверное, они бы уже этим занимались, да, активно очень. Но на сегодняшний день мы видим, что это не так, да. Все бьются за Москву, Санкт-Петербург и миллионники, а каждый отель уже дышит другому отелю, значит, в бок или в спину. Вот, и они различными другими технологиями инновационными пытаются переманить из одного подъезда отеля в другой подъезд отеля. Мы говорим о другом совершенно. Наша дислокация отелей, там либо вообще нет отелей, как таковых, да, либо это отель, который является номерной фонд в дефиците. Поэтому кто туда не приходит, все равно он сильной конкуренции не вступает. Спасибо. Спасибо.